МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Финтеллект. Открыть свой бизнес, сохранить его и масштабировать и выйти на новый уровень. Ключевые задачи начинающих и действующих предпринимателей и достижение этих целей во многом зависит от уровня финансовой грамотности, в частности, информированности о государственных мерах поддержки, гранты, субсидии и кредита на выгодных условиях. На какую помощь могут рассчитывать предприниматели, узнаете в этом выпуске. Тем, кто делает первые шаги в бизнесе, готовы помочь государству. Предоставить льготы, обучить основам бизнеса, проконсультировать, сделать так, чтобы предприятие могло развиваться. Для этого существует специальное агентство по поддержке малого и среднего бизнеса. Реклама. Это сертификация. Это разработка, доработка сайтов. Это разработка фирменного стиля. Разработка бизнес-планов. Эти направления в настоящее время очень востребованы. Можно даже несколько цифр сказать, если, допустим, у нас реклама, допустим, в 2021 году получили чуть больше 150, в прошлом году уже больше 200. Или направление, как разработка сайтов, в 2021 году было всего 16, в прошлом году 49. То есть достаточно много предприятий, которые понимают, что это достаточно удобно прийти в один центр и воспользоваться той или иной формой поддержки. Центр «Мой бизнес» объединяет на своей площадке всю инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса в Чувашии. Это и финансовая, и не финансовая помощь. Кроме этого, есть институты, которые поддерживают определенные категории или направления деятельности. Центр кластерного развития инноваций. В прошлом году была создана структура, направленная на поддержку туризма. Расскажем обо всем поподробнее. Начнем с помощи в написании бизнес-планов. Пять раз в 2022 году по сравнению с 2021 выросло количество бизнес-планов, которые пишут у нас предприниматели. Это во многом бизнес-планы на социальные контракты, которые получают физические лица, самозанятые и индивидуальные предприниматели. Ну и в этом году мы принимаемся за масштабные крупные бизнес-планы, связанные с особоэкономической зоной в городе Новочебоксарск, территория опережающего социально-экономического развития в городе Канаш, и пишем бизнес-планы уже крупные на фонд развития промышленности, на получение льготного финансирования. В республиканском бизнес-инкубаторе также проводят консультации по юридическим и бухгалтерским вопросам. Большой пласт работы посвящен молодежному предпринимательству. Для того, чтобы молодые люди открывали свое дело, во втором полугодии 2023 года мы планируем несколько крупных выездов в образовательные организации для того, чтобы, как говорят, с молодых ногтей, со школы, с образовательной организации среднего образования, высшего образования, там, где учатся студенты, начинать эти компетенции, эти навыки предпринимательства ребятам прививать и обучать их написанию бизнес-планов, открытию своего дела и, конечно же, рассказывать о мерах поддержки. Также предприниматели могут получить и льготные микрозаймы на цели бизнеса. Размер минимальной процентной ставки, доступной в агентстве на текущий момент, составляет половину ключевой ставки рефинансирования, установленной Центральным банком России. Что это означает в цифрах? На сегодняшний день размер минимальной процентной ставки, доступной в агентстве, составляет 3,75% годовых. Размер процентной ставки зависит от ряда факторов. Это и вид бизнеса, и наличие или отсутствие залогового обеспечения, и цели займа. Поддержку могут получить самые разные направления бизнеса – и производственные отрасли, и экология, и туризм. Максимальный размер микрозайма, доступный индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, являющимся субъектами МСП, составляет 5 миллионов рублей. Займы предоставляют на срок не более трех лет. Что касается микрозайм, доступных самозанятым, размер составляет 500 тысяч рублей. Микрозаймы предоставляют на срок до трех лет. Начинающим бизнесменам банки не всегда отобряют кредит. Слишком высоки риски. Если дело не станет успешным, то вернуть деньги будет проблематично. Шансы получить деньги увеличиваются, если брать кредит под залог имущества. Но на старте не всегда достаточно ценных вещей, которые банк согласится принять в залог. В этом случае поручиться за предпринимателя может гарантийный фонд. Если заемщик по какой-либо причине не может исполнять свои обязательства, то мы, как поручители, выполняем эти обязательства, выплачиваем банку его долг. Мы работаем с крупнейшими банками на территории Чувашской республики. Ежегодно мы увеличиваем объемы наших партнеров среди банков. Еще одна мера поддержки – это гранты. Государство поможет с финансированием дела, которое будет полезным для региона. Отдельным блоком идет предоставление финансовых средств бизнесменам на селе. Кому нельзя заниматься бизнесом в России? Вариант А. Открыть свое дело может каждый. Вариант Б. Предпринимателем не сможет стать иностранный гражданин. Вариант В. Запрещено вести бизнес недееспособным гражданам, а также госслужащим и депутатам. Вариант Г. Предпринимательской деятельностью нельзя заниматься инвалидом первой и второй группы. Где-то 30, может быть, немного больше грантополучателей получат поддержку в размере от 3 до 4 миллионов рублей. Это очень востребованная государственная поддержка. И она дает как раз-таки начинающим предпринимателям, которые планируют себя найти именно в сельском хозяйстве, именно по линии растеневодства, либо животноводства, получить поддержку по отношению 90 на 10. То есть 10% – это ваше личное средство, а 90% – это средства государства. Предприниматели, у которых уже есть опыт в ведении бизнеса, могут получить грант на семейную ферму. Здесь уже грант предоставляется по 7 миллионов рублей по линии растеневодства и 15 миллионов рублей – это по линии животноводства. Конечно же, здесь уже нужно выполнить более серьезные требования показателям результативности предоставления гранта. Также предпринимателям помогают выехать на различные международные выставки. Это отличный шанс расширить поле деятельности, географию сотрудничества и партнерства, выйти на более высокий уровень производства. Компании сами определяются, куда они хотят поехать, в каком направлении они намереваются развивать свою торговую деятельность, именно в географическом направлении. Мы оказываем консультационную поддержку по выбору конкретных стран и конкретных целевых выставок. Обычно мы собираем заявки от компании до декабря. В декабре у нас начинается этап планирования. После чего предпринимателю оказывает помощь в финансировании. На зарубежную международную выставку выделяют до 3 миллионов рублей на коллективный стенд и 1,5 миллиона на индивидуальный стенд. На российскую выставку до 1,5 миллиона рублей и 750 тысяч соответственно. Эти средства предприниматели могут потратить на аренду площади, застройку стенда, регистрацию компаний, перевозку экспонатов и подготовку раздаточного материала. Порядка 30-35 субъектов бизнеса выезжают за рубеж и представляют свою продукцию зарубежным потенциальным покупателям. Так, например, в этом году у нас запланировано участие в 13 выставках. Прежде всего мы ориентируемся на странные будильные зарубежья. Это Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения. В этом году мы впервые едем в Китай, где наш региональный стенд будут представлять 4 продовольственных компании из Чувашии. Кто из этих предпринимателей может работать в статусе самозанятого? Вариант А – веб-дизайнер, который выполняет заказы для крупных компаний на сумму от 2,5 миллионов рублей в год. Вариант Б – владелец магазина корейской косметики. Вариант В – производитель тортов на заказ. Средний доход – 80 тысяч рублей в месяц. Вариант Г – владелец небольшого рекламного агентства с тремя наемными работниками. Средний доход – 80 тысяч рублей в месяц. Быть предпринимателем – значит всегда держать руку на пульсе. Совершать ошибки при запуске бизнеса – нормально. Но если быть финансово грамотным, их будет значительно меньше. Я с вами прощаюсь до следующих выпусков программы. Умных вам трат, больших доходов и до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok